Украинскому президенту доверяет 70% украинских граждан, поэтому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников. Но справедливости ради нужно сказать, эти цифры они не про действующего главу государства, они про веру украинских избирателей в собственные надежды. Первые 100 дней своего президентства Владимир Зеленский напоминал британскую королеву. Его полномочия были ограничены, пока новый парламент не принял присягу. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй 100-дневки, которая началась в сентябре. Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию, оно, вдобавок, напишет политическую биографию Петра Порошенко. Отношение к политику в конце его каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале. Для многих наших сограждан последние пять лет стали периодом несбывшихся надежд. Справедливости ради нужно сказать, что и надежды были очень разными. Кто-то ждал окончания войны, кто-то бытового благополучия, кто-то победы над коррупцией и новых правил игры. Тех, кто почувствовал себя по итогу обманутыми, к финалу каденции Петра Порошенко набралось 80%. У экс-президента были как достижения, так и провалы. Судя по социологии, большинство украинцев сегодня убеждены, что вторых было больше. Список претензий будет явно долгим, и нам остается лишь спорить о том, что стало тому причиной. Личная позиция первого лица или конъюнктура обстоятельств. Любая попытка подбить гамбургский счет президентству Петра Порошенко сегодня обречена. Она будет упираться в эмоции и личный выбор людей, которые они недавно делали на избирательных участках. В конце концов, люди – существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление. А потому ясность появится лишь со временем. Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут. Если суды перестанут быть источником коррупции, то скепсис большинства окажется оправдан. Если правоохранительная реформа все же случится, то последние пять лет закрепятся в сознании, как период упущенных возможностей. И наоборот, новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное «мы предупреждали». Подтвердит их право говорить о том, что политика – это не место для новичков. Сегодня сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Но в том и штука, что этот оптимизм – это всего лишь оптимизм ожиданий. Начиная с осени, ему предстоит проверка на прочность. И лишь тогда биография предыдущего президента начнет обретать контуры и очертания. Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом как никто.